Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На острове любви началась неделя женской власти. Девушки готовят для парней конкурсы, проверяют их на прочность. Марина Мексика пишет, Теперь наша очередь творить с шенихами все то, что творили они с нами. А мы офигеть, что для них приготовили. Ваня Барзиков и Алиса Огородова съездили вместе на свидание на чайную фабрику. Алиса нашла на острове верную подругу. Это Марина Мексика. Огородова пишет, Я очень рада тому, что познакомилась здесь с такой девушкой, как Мексика. Мы с ней сдружились и поддерживаем друг друга на острове в любой ситуации. Спасибо, что ты всегда рядом. А теперь перейдем к событиям на поляне и в городских квартирах. Ведущий «Дома-2» Влад Кадони впервые вышел в перископ. Влад ответил на некоторые вопросы зрителей. Он сказал, что Диму Дмитренко выгнали с проекта навсегда. Рапунцельча убирать не собираются, потому что без нее эфиры будут скучные. Он рассказал и о причине ухода семьи Трегубенко. Ребята покинули проект из-за обиды. Они расстроились, что их выселили из комнаты. В школе актерского мастерства прошел очередной экзамен. Участники снова показывали сценки в стиле фильмов ужасов. На «Дом-2» решила вернуться Наталья Варвина. Правда, любовь она строить не будет. Жена продюсера Михайловского займется постановкой танцев в школе актерского мастерства. А заменит она Наталью Бичан. Наталья покидает проект из-за того, что у нее много другой работы. Бичан пишет. «Сегодня я ушла с телепроекта. Очень было много слез. Мне подарили огромный букет. Я благодарна телепроекту за то, что дали мне хороший старт вперед. Подарили мне опыт работы, сделали меня сильнее. Новый педагог по танцам Наталья Варвина. Я уверена, что номера будут еще ярче и интереснее». Один из сотрудников проекта выложил фотографию сломного с двойником Путина Дмитрием Грачевым. «Ничего особенного – обычный приход», – шутит сотрудник. Оля Жемчугова, которая находится в родном Братске, сделала себе новую татуировку в память о погибшей сестре. Она написала очень эмоциональный пост. «Тату я сделала в память о погибшей сестре, имею право». И выслушивать о том, что я же мать и что уже перебор, что в Братск приехала потусить с подругами и набить тату, я не намерена. Каждому свое. Надежда Ермакова объявляет кастинг на второй сезон «Сейшел». Если вам меньше 26 лет, то у вас есть шанс выиграть миллион, отдохнуть на острове, построить отношения и прославиться. Андрей Черкасов нашел себе девушку. Он выложил фотографию с ней. Когда мы вместе, часы – секунды. А когда брось, секунды превращаются в часы. Нашел свое, чужого не надо. Рустам Солнцев приехал отдыхать в Майами. Он встретил там бывшего участника Александра Матерадца. Он уже два года живет там со своей женой Светой. «Помните Сашку Матерадцу?» – пишет Рустам. «Этот хрен тут уже 4 года живет, а все белый». Сын Жени Кузина завел свою страницу в Инстаграм. Женя пишет. «Вот и настал тот момент, когда с уверенностью можно сказать, что мой сын стал взрослым и самостоятельным. У Мити появилась своя страничка». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»!